Настал кульминационный момент Экофеста 2018 в экотехнопарке Skyway. И я предоставляю слово генеральному конструктору закрытого акционерного общества «Струнной технологии» создателю Skyway Анатолию Эдуардовичу Юницкому. Ваши аплодисменты! Спасибо, спасибо. Волнуюсь прямо как студент. Хотя казалось бы, чего волноваться, чего же прекрасно, все хорошо. Дорогие друзья, партнеры, инвесторы и просто энтузиасты Skyway, рад вас всех приветствовать на Экофесте уже третьим по счету. Экофест – это не просто встреча друзей. Это еще отчетное собрание инжиниринговой компании «Зао Струнной технологии» перед своим учредителем Global Transport Investment Incorporated. И перед присутствующими здесь совладельцами технологии и еще сотнями тысяч инвесторов, которые не смогли в этот день приехать в Марино-Горку. Сегодня вы все увидели своими глазами, получили много впечатлений, и я хочу поделиться с вами еще одним. Вот что сказал мне недавно один из членов правительства Эмиратов, который видел много технологических чудес в своей жизни. Примерно за 50 миллионов долларов вы сделали столько, с колес, не имея устойчивого финансирования и реальной поддержки, что многие известные корпорации, имеющие миллиардные прибыли, не могли бы сделать и за 5 миллиардов долларов. Вы, как инноваторы, уникальны и являетесь исключением неправилом, не только с позиции инженерии, но и с точки зрения финансирования технологии привлечения инвестиций. У нас уже есть собственное четырехэтажное офисное здание, собственное производство с несколькими заводскими цехами, оснащенными самым современным оборудованием, станочным парком. У нас уже работают более 600 инженеров. У нас 36 гектаров земли недалеко от столицы, на которой построено 5 тестовых участков общей длиной около 4 километров. К нам испроектировано и изготовлено 6 принципиально разных моделей рельсовых электромобилей, электромобилей, только пассажирские. Юникар, юнибайк, подвесной юнибус, берельсовый юнибус, высокоскоростной юнибус, юнивинт, большая часть из которых сертифицирована. Мы сделали самый крупный в мире дрон, а также создали социальный электромобиль, который скоро побежит по автомобильным дорогам мира. Мы наладили собственное производство, целой линейки мотор-колес и разработали индивидуальную систему безопасности управления подвижным составом. У нас даже есть струнная индивидуальная система охраны периметра. Сертифицировано 4 типа подвижного состава. Двухместный юнибайк, четырехместный монорезовый юнибус и вчера буквально мы получили сертификаты на 48-местный берельсовый юнибус, на котором уже катаются. и юникар, который вот там ездит по провисающей, в двух вариантах исполнения. 18-местный трехсекционный и шестиместный односекционный. На трех из них сегодня можно прокатиться, кроме юнибайка, после выставки в Сингапуре он сейчас в пути возвращается домой. С проектированной изготовлен уникальный шестиместный воскоростной юнибус семейного типа, то есть наш сковерский спортивный электромобиль, примеры которого состоится в сентябре в Берлине на международном выставке НАТАС-2018. Несмотря на малую вместимость, как у легкого автомобиля, он позволит в перспективе обеспечить производительность высококоростных международных магисталей сковер более миллиона пассажиров в сутки, что на порядок больше, чем у высококоростной железной дороги. При сходе электрической энергии, если ее пересчитать на топливо, 8 литров на 100 километров пути или 1,3 литра на 100 пассажиров в километрах. Например, аналоги двухместных спортивных автомобилей такого же класса, ну типа Бугатти, при скорости 500 кмч будут расходовать более 100 литров топлива на 100 км пути. Правда, они не смогут развить такую скорость, так как автомобилю для этого потребуется двигатель мощностью около 3 тысяч лошадиных сил. Так же, как и частные легковые автомобили Генри Форда семейного типа в свое время завоевали весь мир, в конечном итоге победив получившую масштабное развитие в 19 веке железнодорогу, так и этот высококоростной юнивус уже в недалеком будущем, когда появится сеть струнных дорог, станет лидером продаж, так как он будет не дороже традиционного легкового автомобиля. Вообще все, что мы делаем, наполнено гуманизмом, единственное, правильным отношением к миру через любовь ко всему человечеству и к каждому человеку. У нас среди инвесторов много людей с ограниченными возможностями, точнее колясочников, и я обещал им помочь, расширив их коммуникативность и предоставив новые возможности. И не только для наших инвесторов. Около 130 миллионов человек в мире инвалиды-колясочники, для которых от мобильности зависит возможность получения рабочих мест. С этим электромобилем они смогут статно, например, таксистами или разводчиками пиццы. Машину водитель заедет на инвалидном кресле и, сидя в нем, сможет управлять ее. Само кресло выполнено как кресло водителя, имеет электропривод, на котором можно проехать 40 км со скоростью до 20 км в час. То есть само инвалидное кресло, не имеющее аналога в мире, является маленьким электромобилем. Эту разработку мы покажем на специализированной выставке в Москве в сентябре этого года, чтобы привлечь максимальное внимание не только к нашему социальному электромобилю, но и к проблеме мобильности для людей с ограниченными возможностями. Ну, в музее стоит модель этой машины, кто не видел, может посмотреть. И там два кресла, которые являются креслами водителя. Для этого электромобиля одно с электроприводом, другое с ручным приводом. Технология SkyWay все больше демонстрирует свою универсальность и созидательность. За этот год мы реализовали рацию пущих струнному транспорту продуктов, демонстрирующих потенциал инфраструктурной синергии и заложенный в инженерной базе самой технологии SkyWay. Например, на базе вертолета Ка-26 мы спроектировали и изготовили самый крупный дрон в мире, который сможет перевезти полторы тонны груза на высоте в несколько километров со скоростью 170 км в час на расстоянии до 500 км. Это не игрушка. Он необходим нам для строительства струнных дорог в сложных природно-климатических условиях, в горах, в перепечении рек, озер, болот, в жунглях и в тундре. Он успешно проходит испытания. Дрон – настоящий вертолет на продажу. Он имеет разработанный нами автопилот и индивидуальную систему управления с техническим зрением. Это самое главное в любом дроне. Но мы совершенствуем и сам вертолет. После испытаний нашей автоматики, исполнительных механизмов, дрон станет внефть совсем другим. У него другой, более эффективный, более надежный двигатель. Другой, разработанный нами и более аэродинамичный корпус и даже лопасти винтов будут другими, нашими, более эффективными. Такой дрон будет стоить на авиационном рынке не менее 5 миллионов долларов. Потребность таких летательных аппаратов тысячи штук к нему уже проявляет большой интерес во многих странах мира. Мы построили пешеходный струнный мост. Он там стоит. Построили меньше, чем за месяц, за две недели. Легкий, красивый, недорогой, чтобы показать, что мы можем проектировать и строить струнные мосты нового типа. Автомобильные, железнодорожные, пешеходные. Они будут дешевле традиционных балочных мостов в два раза. И у них не будет над каждой опорой температурного шва самого проблемного места традиционного балочного моста, где каждое колесо автомобиля стучит и подпрыгивает, что снижает срок службы как самого моста, так и автомобиля. Через эти и другие разработки мы демонстрируем одну из самых важных характеристик технологии Skyway. Ее гибкость способна отвечать на вызовы времени. Так, мы реконструировали легкую эстакаду на Г-образных опорах, вот она стоит здесь, усилив и саму рельсостронную путевую структуру, и опоры. Хотя многие говорят, посмотрите, она вот такая гибкая, она там провисает, посмотрите, где она провисает. Это был один из этапов исследований влияния неровностей пути на плавность хода. И поэтому мы по уже проэкстрюрированной дороге можно прокатиться на 14-местном юнибусе. А я верю, он в 5 раз тяжелее юнибайка, под которой эта дорога была спроектирована и построена. Мы над нашей внутренней автомобильной дорогой построили еще одну струнную дорогу, суперлегкую, с пролетом примерно по 250 метров. Кстати, мы эту дорогу от задумки до реализации прошло полгода. Вот она стоит пролетами по 250 метров. Я когда отдыхал на Новый год на островах, вот как раз идея пришла сделать легкую, суперлегкую дорогу используя колтюбинг. Это не канат, это труба, которой нет сварных швов по длине. Это был январь этого года. В феврале мы приступили к проектированию и вот в начале августа дорога уже стоит. Правда, эта дорога выглядит несколько тяжеловатой из-за высоких опор, с которыми совмещены станции ДПО. Если бы там не было станции ДПО по концам, то она бы была легкой, там стала простая опора. Поэтому из-за этого дорога кажется несколько громоздкой. скоро здесь появится еще одна эстакада вот там, за фермой, на которой будет проходить уже промышленную обкатку и весь подвижной состав изготовлен на нашем минском производстве для отправки заказчикам в технопарки и в адресные проекты по всему миру, в том числе в Объединенные Арабские Эмираты. К лету следующего года там дорога будет еще одна стоять. К сожалению, как бы мы ни хотели, какие бы усилия ни прикладывали, не все идет, как задумано. Легко будет тем, кто пойдет за нами первопроходцами. Для нас этот путь тернист. Та же суперлегкая трасса недостроена. Нас подвели поставщики высокопрочной проволоки, зарубежные поставщики и металлоконструкции, это уже белорусские поставщики. Поэтому в рельсо-струнной путевой структуре там еще нет струн на самом деле. В той дороге еще струн нет. Поэтому мы не можем показать, как работает еще один наш рельсовый траммобиль двухместный подвесной юнивинт. Он стоит на площадке рядом с гостевым домом. Так он тоже от задумки юнивинта до изготовления прошло полгода. И он стоит уже готовый. Дрон мы также не можем показать в действии здесь. Для этого необходима летная лицензия для технопарка. Нам ее просто не выдадут. Тем более при таком скоплении народа. А если он подлетит, поднимется, меня посадят в тюрьму, потому что это нарушение законодательства. Меня все чаще спрашивают, а почему мы не строим искоскосную трассу, что мы отстаем от графика расходом слишком много инвестиционных средств. Во-первых, мы сделали больше, чем было в планах за значительно меньше деньги. Об этом сказал даже наш зарубежный партнер, который я цитировал. Во-вторых, мы взеляемся венчуром, и планы не догма, а вектор развития. Например, кто мог предположить, что в Литве меня объявят русским шпионом, заведут уголовное дело, заблокируют все счета и отнимут свое имущество. Один умный человек в Литве мне тогда сказал, ты ничего не докажешь. Если не хочешь, чтобы у тебя нашли патроны под подушкой и наркотики в карманах, срочно выезжай с семьей из Литвы. Сейчас уголовное дело закрыто, деньги возвращены, и я уже подал в литовский суд иск на правительство Литвы в лице Генеральной прокуратуры, возбудившей дело против меня без всяких на то оснований, скорее всего по звонку сверху, и требовал компенсацию в 10 миллионов евро за нанесенный мне и Скайвею имиджевый ущерб, а также за упущенную выгоду. И только Литва отбросила нас назад на два года и снизила объем инвестиций не меньше чем на 100 миллионов долларов. Это форс-мажор был. Надо об этом знать. Я помню, как три года назад, даже меньше чем три года назад, я стоял один здесь в чистом поле, на поросшем бурьяном танком полигоне и думал, что делать. Это было недавно. Думайте, в Беларуси нас в эти лучи? На самых читаемых электронных СМИ Тутбайонлайнер вышли серии заказных статей, которые Skyway называли финансовой пирамидой, сам экотехнопарк по темской деревне и призывали со мной разобраться. Я запомнил один из сотен аналогичных комментариев под этими статьями, которые, возможно, писали сами продажные журналисты. Мой адрес. Послушайте, что они писали. Почему этого алкаша с синей мордой еще не посадили и не выгнали из страны? Куда смотрят КГБ и президент? Мы до сих пор судимся с этими СМИ, белорусские суды принимают в сторону журналистов. Они, мол, никого не оскорбляли. И вообще, журналисты имеют право на собственное мнение. Поэтому пойдем дальше, подадим лист на онлайнер в европейские суды. Нанесенный нам ущерб не должен оставаться безнаказанным. Из-за этих публикаций до сих пор к нам не хотят идти работать многие конструкторы, хотя прошло больше двух лет после публикации. Они говорят, мы не пойдем работать с жуликом, который скоро посадят. Такое же мнение о нас и вниз транспорта Беларуси, явный друг онлайнера. Например, при почтении Экотехнопарка, он в причинах правительства назвал меня преступником, потому что я делаю дорогу Денис Рельсов и Шпал и прокатил членов правительства на нестифицированном юнибайке. Неизвестно, что он требовал вырвать из-за карбатина журнала в Белаве статьи СКВ и генеральный конструктор Юницком. Не пускал нашу экспозицию 14-местный юнибус и 18-местный юникар на международную выставку в Минске и написал на имя президента Беларуси отрицательное заключение. Потом президент так и не посетил наш Экотехнопарк, хотя такого посещения и планировалось. Национальная академия наук Беларуси дважды отклонила нашу заявку на получение статуса научной организации под предлогом. Натянули веревочку и по ней поехали. Какая же здесь наука? Хотя науки у нас больше, чем в некоторых научно-соседских институтах академии. Неудивительно, что за два года мы так и не смогли отвезти землю под тестовую высокоскорбную трассу длиной 21 километр, хотя мы собрали 16 согласований с печатями, начиная от энергетиков и связистов, и заканчивая пожарниками и экологами. Мы получали от вышестоящих чиновников ответы типа «Ваши доводы о том, что сковей нужен Беларуси, неубедительны, по болоту, где пройдет трасса, будет выбрено много ценных пород деревьев, да и птичек жалко, их погибнет от высокоснового юнибуса, видимо, невидимо». Известно, если гора не идет к Магомету, то Магомет пойдет к горе. Наши инвесторы не могут ждать годами. Поэтому примерно полгода назад я стал искать возможность построить высокосновой тестовый комплекс в другой стране. Сегодня я могу назвать эту страну. Это Объемная Арабская Эмирация. Мы получили поддержку правительства этой страны за полгода. Мы очень нуждаемся в ваших дорогах экономичных, экологичных, безопасных, но у нас совершенно другие природно-климатические условия, сказали нам в Эмиратах. Невносимая жара, высокая влажность, ураганные ветры, морские соли в воздухе, в воде и земле, которые разъедают любые конструкции, песок и пыль, которым пропитано буквально все, которые заметают автомин на дороге. Мы не можем взять эти технологические риски на себя. Покажите прототипы ваших дорог здесь и включите затраты на них в стоимость адресных проектов по государственным контрактам. Тем более, у вас еще нет высокоснового комплекса, вы даже скорость 150 км в час не можете показать, слишком короткие тестовые участки в Беларуси, они здесь меньше километра, потому что участок земли короткий. У вас нет демонстрации перевозки тяжелых грузов, в том числе морских контейнеров, как и нет трасс с пролетами более 1 км. и правительство подтвердило слова делом, правительство Эмирата. Они же предмострили как необходимые струнные дороги. Нам выделена земля в общей сложности более 50 гектаров под две технологические площадки сквы. Один участок где ноет 2,5 км под городские грузовые комплексы, в том числе для перевозки морских контейнеров массой до 35 тонн, где мы планируем получить скорость 150 км в час. Второй участок длиной 25 км, где мы планируем получить скорость в перспективе до 600 км в час. С увеличением длины участка до 60 км, где в будущем мы построим фурвакуумную трубу гиперевью и получим скорость 1250 км в час. Над этим гиперскоростным проектом я работаю более 40 лет 70-х годов прошлого века еще до того, как я изобрел Skyway. Я не превращал работу над этим проектом все эти годы. И за эти годы все технические решения уже созданы, и это будет еще одна прорывная транспортная технология, кардинально отличающая, например, от Hyperloop и Илона Маска. Земля в Эмиратах нам выдана бесплатно, хотя Арина Шестомас это земли, послушайте цифру, 750 миллионов долларов. Я еще раз повторю, 750 миллионов долларов. Такая инвестиция с КВИД дорогого стоит. Это означает, что нашим партнером стало правительство этой самой инновационной страны в мире. Эта страна хочет, в отличие от России, Литвы и Беларуси, стать мировым центром развития и продвижения нашей природной транспортно-инфраструктурной технологии. И хочет, чтобы именно там была построена струнная долина, аналог силикона долины в США, где будут опробирать не только все струнные транспортные технологии, но и сопутствующие инфраструктурные технологии. Линейные города, новая зеленая энергетика, реликтовая плодородная почва, вакуумное стекло, много другое. Строительство в Эмиратах мы приступаем в сентябре. Все для этого готово. Это наши первые адресные проекты, так называемые связанные проекты, прототипы транспортно-инфраструктурных комплексов под государственные заказы в тропическом исполнении. Как только мы начнем стройку, откроются все контракты, по которым пойдет финансирование. Таких проектов сегодня десятки, общая протяженностью в несколько тысяч километров, но общую сумму более 10 миллиардов долларов. Это и грузовые, и городские, и международные трассы в Эмиратах, Саудовской Аравии, Египте, от Эмирата в Бразилии, где тоже тропики. Таким образом, в Эмиратах будут построены не просто некие тестовые участки, а инновационные технологические платформы, в которых будет создана вся сопутствующая инфраструктура, необходимая достаточно для того, чтобы мы стали мировыми лидерами транспортно-инфраструктурно-технологичной, а именно научно-исследовательская, образовательная, инфраструкционная, проектно-конструкторская и производственная для серийного производства, а не для опытного производства, как в Минске. Здесь будет и своя солнечная энергетика, линейная, вытянутая вдоль трассы и многое другое. И все это золотой ключ к заказам и финансированию большого количества проектов по всему миру. И мы должны зафинансировать технологии в тропическом исполнении за оставшиеся этапы 13, 14, 15 в пределах запланированного раннего бюджета. Уже на этих этапах, как и планировалось прежде, к нам поступят первые крупные авансовые платежи по проектам и больше денег нам не потребуется. Многие наши инвесторы, особенно те, кто вложил небольшую сумму, проявляют беспокойство по поводу IPO, дивидендов и обратного выкупа долей. При этом немногие знают, что самым крупным инвестором до сих пор является инженер Юницкий. Но я спокойно за свои вложения. Они очень быстро капитализируются. Группа компаний SkyWay уже оценена рынком минимум 5 миллиардов долларов. Раз доли общей номинальной стоимости 400 миллиардов долларов покупают на рынке тысячи инвесторов дисконтом 80 и менее. Поделите 400 миллиардов на 80 мы уже стоим не менее 5 миллиардов долларов и нас уже признают. Кстати, вот оценку моей джентуальной собственности чисто миллиардов долларов делал не Беларусь Юницкая, как писала желтый интернет барахолка. Это они продаются как барахло онлайнер. А независимая оценочная компания имеющая международные лицензии на право оценки индивидуальной собственности и исключительных прав на ноу-хау. Я не только создал технологию SkyWay но и продолжаю вкладывать в нее практически все деньги которые зарабатываю. Почти 5 лет назад начала функционировать инвестпроводящая система для финансирования технологии SkyWay по нетрадиционной схеме. Она была создана в интересах инвесторов а не в моих личных. При этом общее количество долей технологии не изменяется с приходом новых инвесторов. Их количество неизменно то есть доля каждого инвестора в процентном отношении не может быть уменьшена растворена и основателем то есть мной как например это произошло в Фейсбуке. Таким образом меня как у основателя покупается доля и моя доля естественно уменьшается и юридийские эти деньги мои на самом деле. Но на самом деле я даже не вижу этих инвестиций они автоматически реинвестируются системой в ЭКО Технопарк SkyWay вот сюда. При этом естественно до нас доходит только часть инвестиций порядка половины хотя я взял на себя ответственность за все 100% этих вложений. Это моя ответственность. Если это и мошенничество как считают некоторые то оно какое-то странное если не сказать извращенное. Ведь обычно мошенники избегают чужими деньгами. А здесь свои деньги отдаются в общее дело никто при этом не прячется не убегает. Я открыт. Я никуда не прячусь. В настоящее время мы дополнительно создаем принципиально новую технологическую платформу на основе блокчейна. Эта работа выполняется совместно с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов так как это единственная страна в мире где блокчейн поддерживается и развивается на государственном уровне в том числе для применения на транспорте. На данной платформе мирового масштаба будет построена безопасная отказоустойчивая система управления всеми технологиями Skyway технопарками адресными проектами Skyway подвижными составами инфраструктуры и создаваемой мировой сети отраснет. Также с помощью нашей блокчейн-платформы мы запустим новую криптовалюту. Это больше чем просто расчет на единицу. Наша криптовалюта позволит не только использовать все сервисы транснета, но и даст каждому возможность участвовать в его развитии и видеть свой вклад. В октябре этого года будет представлен новый этап в нашем развитии. Начнется переоформление обязательств в группе компании Skyway с их так называемым братным выкупом компании. Также инвестору будет возможность обменять свои доли Skyway на токены технопарков и адресных проектов на платформе блокчейн. Объясню это более подробно. Мы дадим возможность приобрести токены тем, кто первым инвестировал в технологию Skyway в 2014 году. Затем поэтапно будут добавляться те, кто присоединился к нам позже в 2015 и 2016 году и так далее вплоть до тех, кто получил долю в подарок. Обмен долей в технологии Skyway на токены технопарков и адресных проектов позволит инвесторам быстрее увидеть реальную ценность и стоимость того вклада, который они совершили. У них будет возможность управлять токенами, выбирая способ их реализации. Параллельно с обменом обязательств на токены будет проводиться продажа криптовалюты за деньги. Поэтому цена токена, как и цена любой валюты и криптовалюты регулируется рынком и будет повышаться, пока будет расти спрос на нее. Сами токены будут обеспечены в первую очередь доходами Skyway от прибыльно работающих адресных проектов, которых со временем будет становиться все больше и больше. Никто и никогда ничего подобного не предлагал и не делал, тем более в мировом масштабе. А мы сделаем это вместе с вами, как сделали вот этот экотехнопар в Марьиной Горке. И мы это вместе сделали. Без вас он бы не был создан. И то мы сделаем. Там не сложнее, проще. Мы вместе с вами создаем невероятно сложный бизнес в самой консервативной и коррумпированной отрасли транспортной. Отрасли, где новый вид транспорта появляется раз в сто лет и пробивает себе дорогу десятилетиями, если не столетиями. Например, если взять более простое решение, такое, как уздечко, то от идеи до массового применения этому изобретению понадобилось 700 лет. А всем привычному седлу потребовалось для этого еще больше времени тысяча лет. Это транспорт. С нами будут и дальше бороться недобросованные конкуренты и их лоббисты, используя все мыслимые и немыслимые методы. Поэтому мы не будем и не должны складывать все яйца в одну корзину. И мы победим. Точнее, проиграет наши недобросованные конкуренты и лоббисты их интересов. Они проиграют. Так как Skyway в силу своих беспрецедентных технико-экономических и социально-политических преимуществ перед другими видами транспорта необходим всему человечеству, а не отдельно взятой стране, компании или отдельному чиновнику. С нами лучше дружить, чем воевать. Тогда хорошо будет всем. Экотехнопарк в Марино-Горке будет и далее продолжать развиваться и совершенствоваться, так как он создан в логике на сто лет. Мы отсюда никуда не уходим. Просто вектор нашего перспективного развития был уточнен в силу перечисленных мною обстоятельств. Спасибо за внимание и стройская вейс спасать планету! АПЛОДИСМЕНТos АПЛОДИСМЕНТos ТЕ�